Добрый день, друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас сегодня с вами второй прогноз на период с 11 по 20 июня, включительно для представителей знака Телец. Итак, давайте, дорогие Тельцы, посмотрим, что же вас ожидает в этот период времени, с 11 по 20 июня. Тельцы, что вас ожидает? Какой это для вас будет период? Что будет в делах, в работе, в финансах? Давайте посмотрим, в личной жизни, что будет. Итак, давайте посмотрим. Общая карта, да, вот этого периода. Но вы будете строить какие-то планы, у вас возможно перемещение, да, по этой карте. Может быть, вы будете куда-то переезжать, как будто бы с одного кабинета в другой кабинет, с одной комнатой в другую. То есть какое-то у вас будет перемещение. Может быть, на небольшое расстояние, но так или иначе что-то может быть, да, или, может, вы будете мебель как-то переставлять. То есть тут как будто бы с одного помещения в другое, то есть явное движение. Так, хорошо, вы будете строить планы, вот вы будете полны сил, вы будете полны энергии и полны желания творить. То есть вы захотите как-то себя реализовать и будете продумывать, как вам лучше это сделать. Будете для себя собирать какую-то определенную нужную информацию, которая вам в итоге потом пригодится. Вы по этой карте как будто забегаете куда-то наперёд. То есть вы прогнозируете что-то, анализируете что-то. Может быть, имея определённый какой-то уже опыт, вы будете его здесь применять. Как будто бы вы на шаг впереди остальных, да, то есть вот вроде бы как все на равных, да, но вам открыто что-то такое, то есть вы как будто бы знаете что-то такое, чего не знают другие. Вы владеете вот как будто большей какой-то информацией. У вас больше знаний по какому-то определённому вопросу. Проявление любопытства здесь. И какое-то у вас всё-таки, я думаю, что будет продвижение в этот период. Что-то у вас как-то сдвинется. Так, давайте посмотрим, что ожидает Тельцов в период с 11 по 20 июня в делах и в работе. Дела и работа. Что вас ожидает Тельцов? Ну, смотрите, то есть здесь, что у вас в делах и в работе может быть. Вы знаете, я по данным картам, я могу так сказать, что я больше вижу то, что вы можете совершить какую-то ошибку. Вот то, о чём здесь я говорила, да, что вы будете как-то продвигаться, вот вы будете как будто бы владеть больше информации, но вот по данным картам, я бы так сказала, что идёт вам предупреждение, что эта информация, которой вы владеете, она может сыграть с вами злую шутку. То есть вы можете неправильно что-то оценить, совершить где-то какую-то ошибку. И в итоге, да, то есть вы можете приложить большое количество каких-то усилий, вы можете там чуть ли не горы свернуть, но после того, как вы это совершите, вы как будто бы зададите себе вопрос, а зачем я вообще это делал? Да, то есть вот как-то так. Зачем? Кому это нужно? Ради чего? То есть что-то тут может быть… Вот такое ощущение, что вы не туда вложитесь. И это не только финансовая сфера, да, потому что здесь может быть вложение, кстати, финансов, что вы можете не только финансы не туда вложить, вы время можете своё не на то потратить. Вот в чём дело. Забегая слишком вперёд, да, у вас есть потенциал, у вас есть возможности, у вас есть даже, знаете, как-то у вас больше преимуществ во всём есть тут. Но вы можете поспешить и совершить ошибку. Потому что тут, я вижу, кропотливый какой-то труд, кропотливый труд. Но что-то может пойти неправильно у вас, да, какая-то информация будет искажённая. Или вы можете поспешить и некачественно выполнить какую-то работу. И в итоге вот её как будто не оценят. Что-то, знаете, как-то, ну, посмотрят и скажут, что вот она мне нравится. Мы от тебя другого ожидали. Ты же нам обещал, допустим, там другой результат какой-то получился. Вот это надо переделать. Да, и вот в итоге вы как-то как будто присядете и зададите себе вопрос. Да кому это всё надо вообще? И ради чего? То есть вот смотрите, будьте аккуратны, чтобы не попасть. Да, для чего мы делаем эти расклады? Для того, чтобы понимать ещё, что нам нужно избегать по возможности, да, там на что следует обращать большее внимание. Поэтому постарайтесь избегать вот таких ситуаций. Не торопитесь, не торопитесь. Перед вами открыты все двери. Но спешка будет, спешка может вам навредить. Так, давайте посмотрим, что ожидает вас в финансах Тельцей. Что ожидает вас в финансах с 11 по 20 июня. Так, посмотрим. Денежки, денежки. Денежки, денежки. Траты, какие-то траты. На что-то вы будете тратить деньги. Вы знаете, вы как будто бы получение денег, вы не получите те деньги, в общем, я говорю так, как есть, вы не получите те деньги, которые вы хотите. Вы чего-то ждёте, вы ждёте какого-то предложения, вы ждёте какого-то поощрения, но в итоге я его здесь не вижу по данным картам. То есть вам могут, вот то, что я говорила, какую-то вашу работу могут неправильно оценить или вообще как бы обесценить её. И такое ощущение, что ну вот все эти какие-то выплаты, да, то есть то, на что вы полагаетесь, то, на что вы надеетесь, хотите получить, всё как-то будет не так и мимо. Что, в принципе, приведёт к тому, к чему, да, к чему приведёт? К тому, что вы выйдете из каких-то иллюзий. То есть вы пересмотрите вообще своё отношение к деньгам, вы пересмотрите, допустим, источник дохода, к примеру. Может быть, вы поймёте, что та работа, над которой вы так трудитесь, вы там вкладываетесь, с утра до ночи работаете, а вот финансов что-то не очень-то и много получаете. Поэтому вам придётся как-то, хоть и, возможно, это и переживания у вас будут по этому поводу, но вам придётся выйти из вот этой какой-то золотой клетки, вообще из клетки, да, вот из каких-то таких обстоятельств не очень хороших. Вы выйдете и пойдёте как будто на поиски новых возможностей, новых, я не знаю, перспектив для себя. И это связано именно с деньгами. То есть вы будете искать какой-то дополнительный или основной источник дохода, потому что то, что вы имеете на сегодняшний день, вас не устраивает. Итак, давайте посмотрим, что ожидает Тельцов в личной жизни с 11 по 20 июня. С 11 по 20 июня. Так, ну в личной жизни. Что тут? Хотела бы вас, конечно, порадовать, но порадовать нечем, к сожалению. Хотя, с другой стороны, здесь есть определённый какой-то спор между мужчинами, да, то есть здесь несколько ситуаций. Есть напряжённые какие-то отношения, спор, допустим, выяснение отношений, всё что угодно. Ревности могут быть, связанные с чем, потому что есть определённая, да, одна женщина, которая испытывает интерес несколько мужчин. То есть вот у вас есть, допустим, какой-то конкурент или вы являетесь для кого-то конкурентом. То есть тут могут быть какие-то переживания и ревность. Тут какая-то ревность будет. Это раз. Дальше. Тут ещё какой момент может быть у вас. Вы можете обдумывать, анализировать те отношения, которые у вас есть на сегодняшний день, да, то есть вот как будто бы вы будете думать, что необходимо переходить на какой-то другой уровень, необходимо менять вообще вот этот стиль отношений. Всё, вот в отношениях необходима какая-то перемена, потому что что-то подошло к концу, к явному завершению, что-то себя изжило. Да, то есть вот как-то так. Может быть, вы будете думать… Ещё знаете, какая здесь ситуация может быть? Вот то, что касается мужчин. Как я вижу, что вы можете быть для кого-то, да, для одной женщины, к примеру, вот в одном образе являться, для другой женщины в другом образе. То есть вот вы будете как-то задаваться вопросом, так какой же я, где моё счастье, где я настоящий, да, то есть вот какое-то будет напряжение однозначно здесь. Притом напряжение может быть связано ещё, кстати, но помимо вот этих разбирательств, ревности и всего остального, здесь может быть ещё какой момент? Финансы, да, то есть вот те трудности, которые у вас возникают, допустим, в работе, в деньгах, они могут ещё и сказаться на ваших личных взаимоотношениях. То есть где-то придётся что-то как-то экономить, где-то придётся чем-то жертвовать, где-то нужно будет проявить свой характер, какую-то жёсткость для того, чтобы решить вообще в целом какой-то вопрос. То есть тут я вижу какое-то глобальное решение всего у вас. То есть отличный на самом деле, отличный для вас период. Он тяжёлый, но он как раз, знаете, вот вам очень необходим на самом деле. То есть у вас будет какой-то однозначный прорыв, какая-то перемена. То есть вы для себя сделаете правильные выводы, вы поменяете что-то в своей жизни в лучшую сторону. Да, может быть сейчас неприятно, да, может быть больно, но в итоге это для вас будет во благо. То, что касается женщин, здесь тоже, знаете, как бы недопонимание, тупик. Могут нравиться двое мужчин, допустим, и женщина просто испытывает, знаете, как бы тяжёлые такие чувства по отношению к одному и к другому. Может быть чувство обиды какой-то, что её не понимают, не ценят, допустим. Как-то так. Для тех, кто одинок, да, и ищет пару, это не очень благоприятный период для знакомства, для построения каких-либо отношений. Лучше переждать, потому что тут явная, вот знаете, как конфронтация может быть, какая-то усталость уже от всего. Усталость от всего просто. Такое ощущение, что здесь вот как бы двое, вот в паре, да, мужчина и женщина, они уже по полной выложились друг перед другом. Они уже всё, что могли дать друг другу, уже дали. И вот пришли к определённой какой-то точке. Дальше идёт вот открытые ворота, да, то есть вот открытый какой-то новый путь. И вот вам необходимо будет выбрать, что вам делать дальше. Потому что оставаться там, где вы есть сейчас, тяжело. По крайней мере, вот именно в том формате, вот в котором у вас всё сейчас происходит. Вот я вижу такую ситуацию. Так что, тельцы, наберитесь, пожалуйста, терпения. Это всё пройдёт на самом деле, да. И в итоге это всё будет во благо. Помните об этом. Всё будет хорошо. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго.